Жители аварийных домов в центре Ленгеря не покидают чувство страха. В любой момент их ветка и жилье может рухнуть. За 90 лет эти постройки ни разу не ремонтировали. Крыша течет, сыпется штукатурка. Вот здесь внутри ничего нет. Все внутри пустое. Все, что было, упало. Подъезд тоже опустился. Даже крыша провалилась. Дом буквально трещит по швам. Полы сгнили, обваливается потолок и стены. В квартирах нет ни воды, ни газа, ни канализации, ни отопления. Зимой мы приносим уголь и собираем его вон там. Воду набираем на улице. Чтобы мои дети не ходили за водой, я сама ее набираю. Переезжать жильцам некуда. Приходится жить на свой страх и риск. Но терпение на исходе. С каждым днем жить здесь становится все опасней. Дом каркасный. Даже гвозди не держатся. Недавно только печку построили, она уже рушится. Каждую ночь боимся, что дом может упасть. Из-за того, что у нас течет крыша, мы постелили там клеенку. Вода течет, сверху все обваливается. Стараемся, как можем, за домом ухаживаем, штукатурим. Но после первого дождя все опять валится. Вообще никакого толку нет. Уже 30 лет так живем. Удивительно, но аварийными эти дома не признали. Жители говорят, что 4 года назад местные власти собрали документы, чтобы со временем переселить людей. Но с тех пор ничего не изменилось. С 2017 года куда мы только не ходили за помощью. Нет такого места, где бы нас не было. До этого мы ходили, нам сказали, что вначале надо решить проблемы Арыси, потом Туркестана. Просили немного потерпеть и подождать. Теперь из-за ожидания дом наш уже рушится. Все обваливается. Местные власти говорят, проектно-сметную документацию на строительство четырехэтажных домов уже разработали. Но денег на строительство пока нет. Все проектно-сметные документы мы составили и передали в управление. Если деньги выделят, то начнем работу уже в этом году. А если выделят в следующем, то тогда и начнем. Когда будут выделены деньги, зам Акима Ленгера сказать не смог. Жителям пообещали лишь построить игровые площадки. Такого ответа люди точно не ожидали. Диас Мусаев, Ирландик Саидов, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании ОТРАР.